Всем привет! Это передача Харошоу и мы начинаем! Вова, ты посмотри, что пишут, а? Ты что, читаешь газеты? Как тут не читать газеты, ты посмотри, что на первой полосе Интернет поглощает телевидение Да? А у нас в рубрике всё наоборот Привет! Из интернета в телевизор попасть сложно А из телевизора в интернет гораздо легче Особенно, если выкладывать в интернет материал, который остаётся за кадром Сегодня мы сделали подборку именно таких роликов Любой хороший ведущий должен уметь чувствовать своих гостей И направлять беседу в нужное русло И если надо, то и грамотно прекратить спор, который может возникнуть в студии Но если все твои попытки читны, то можно прибегнуть и к старому проверенному способу Чего-то он мне напоминает Но если ты хозяин, ты можешь вести себя как угодно И нет разницы, находишься ли ты в селе или в студии Вообще, нашим новостям нужно ставить возрастной ценз Почему 18+, и это не потому, что там говорят про арест Влада Филата и про кражу миллиарда Вы сами всё увидите в мониторах на заднем плане Влад Филат есть в жураде, детянут и из-за того, что он откроет миллиард В против авоката своего, это один из моторов, для которых лидер ВЛДНа идет в граба фоне И Корпопа сделал эти declarации в кадре одной эмиссии на посту ТВ Н4 Авоката сказал, что в авоката Филат есть вопросы для маленьких политиков Вот это билиард! Отличный удар ким и шар попал в лузу Декларации в кадре одной эмиссии на посту ТВ Нет для кого не секрет, что большинство передач на телевидении выходят в записи При монтаже вырезаются все неудачные моменты А если монтажер с чувством юмора, то потом обязательно... Эти ляпы, да А если монтажер с чувством юмора, то потом эти ляпы обязательно попадут в интернет Что и случилось с ведущей прогноза погоды Феличей Сырбу Здравствуйте! С вами, как всегда, Феличей Сырбу и... Лей-уэ-уэ-уэй! Прогнозы погоды в Молдове Все, Кристина! Говорят, яблоко от яблони недалеко падает Но только не в случае нашего бывшего президента Николая Тимофти и его сына Нику Тимофти Нику журналист и очень общителен и в кадре и за кадром Он не только хорошо разговаривает, он еще поет песни И шутит. Зачем тебе цепляться, Мороза? Зачем тебе деньги, если сама как золото? Вася, Тащина. Тамара. Тамара. Вася. Ну да, как тут не шутить, когда ведешь новости спорта, тем более, когда знаешь, как этот самый спорт финансирует наше правительство. А ведущая новостей удивила всех своей отменной дикцией. Как все колокола не переколоколовать, не перевыколоколовать, так и всех скороговорок не перескороговорить, не перевыскороговорить. Но попытка не пытка. Видео, на котором Габриэла читает скороговорки, набрало в Ютубе более полутора миллионов просмотров. Полчетверти четверика чечелицы бесчервоточины. И 1666 пирогов с творогом и сыворотки из-под простокваши, а все мотому колокола колокола звоном разванивали. Да так, что даже Константин Зальцбургский, бесперспективняк из-под бронетранспортера, констатировал. Действительно поражает. И вряд ли кто-то так сможет. Хотя... А уникальность нашей передачи заключается в том, что вы ее можете посмотреть и в телевизоре, и в интернете. И на этом все. Пока! Ну вот, посмотри, есть такая. В Молдове сняли новый фильм. Ага, наверное, Аватар второй. Почему Аватар? Властелин колец. Всем культурный привет! С вами Дмитрий Херсун, и это рубрика Культ Про. И сегодня мы поговорим о молдавском кино. Но для начала, как вы думаете, что общего у Молдовы и Новой Зеландии? Может быть, дороги? Ммм, нет. Может, показатель ВВП? Ну да, я бы еще сравнил индейцев Маори и молдавских гопников. Но все-таки кое-что роднит Молдову и Новую Зеландию. И там, и там снимался фильм «Властелин колец». Идейными вдохновителями выступили режиссер фильма Максим Баралюк и продюсер Сергей Будич. Предвестники бури, а именно так называется картина, амбициозный проект. Как заявил продюсер, уровень постпродакшна максимально приближен к голливудскому. Рисуются 3D-стрелы, обрывы и даже делаются цветовые маски на каждого персонажа. В хоррор-шоу взяли интервью у участников проекта, которое для вас опубликуем. Я боялся, что я не смогу нормально сыграть. Я боялся, что у меня будет дебильное лицо. Но в итоге вроде все нормально вышло. По проекте я узнал напрямую от нашего оператора. Но так как я с ним и раньше имел общее дело в этой сфере, я немножко скептически относился поначалу к этому делу. Но после того, как я познал уже другой персонал, главного режиссера, я понял размах. И мне уже начало нравиться это дело. На тренировке было довольно-таки весело. Был там дружный коллектив. И многому научились. Многие какие-то трюки, защита, блоки, отбивания и так далее. То есть моему партнеру даже ногой в живот дали. Ну, это было весело. Такой тренер был довольно-таки импульсивный. То есть он мог не пожалеть силы. Но это наоборот. Вот это сразу реальные события. И так усваивается все намного лучше. Так что... Сложности фильма заключались в поиске людей, в поиске команды. Нелегко было на первом этапе собрать нужное количество людей. Многие приходили и уходили. Мы из-за этого как бы тратили много времени, сил, денег в том числе. Но в итоге путем отсеивания мы смогли найти необходимых нам людей. Надеюсь, что в будущем ребята не остановятся на достигнутом и будут покорять новые вершины. И будут развивать наш молдавский кинематограф. Это было забавно. Но все равно больше запомнилось, что как все отравились. 20 планов в день. Мы их выполняли. Мы обедали. Очень вкусно. Я относился максимально серьезно к проекту. И вскоре стал курировать остальных орков. И у нас сплоченная команда была. Так что просто поверь мне, ребята хорошие, ребята классные, ребятам можно доверять. Надеюсь, что еще будут какие-то подобные проекты. Я надеюсь, мне дадут Оскара, и тогда я смогу поблагодарить свою маму, режиссеров, организаторов. В общем, я доволен полностью. Что можешь сказать? Что можешь сказать по съемкам? Самое главное, что мне кажется, что я вынес из этого проекта, это знакомство. Люди и команда, которые собрались для этого проекта. Потом люди не просто, может быть, не всегда профессиональные, может быть, не всегда лучшие люди в своем деле. Но люди, которые хотели работать и что-то делать. Что, как показал опыт, намного важнее, чем профессионализм. То есть желание встать, что-то сделать, довести до конца. Возможно, в ущерб себе, в ущерб близким, но сделать. У меня уже слезы пошли. А вообще в Молдове-Орке не новость. Особенно их часто можно увидеть после чрезмерного употребления национального молдавского продукта. С вами была рубрика Культпро, и я ее ведущий Дмитрий Херсун. Смотрите только хорошее кино. Всем культурный пока. Сережа, открой последнюю страницу. Там должны быть анекдоты. Вова, давай лучше новости посмотрим. Здравствуйте, с вами Хорошоу Ньюс. Сегодня мы вам расскажем о новостях, над которыми посмеялась вся страна. Пресс-секретарь примарии себе построил шикарный дом. Всего за два года пребывания в должности начальника управления по связям с общественностью столичной примарии 33-летний Вадим Брынзанюк сумел сколотить состояние в несколько миллионов леев. Талантливый человек, ведь не каждый сможет за два года заработать несколько миллионов леев и построить шикарный дом. Министр экологии был удивлен количеством рек Молдовы. Либерал Валерий Мунтяну был крайне удивлен, узнав о том, сколько в Молдове зарегистрировано рек. В своем удивлении министр откровенно признался в рамках заседания постоянной парламентской комиссии по сельскому хозяйству. Действительно, для либералов других рек, кроме прута, не существует, ведь остальные реки не связаны с унирой. Стало известно, сколько киосков расположено на улицах Кишинева. 4440. Столько будок и ларьков украшают молдавскую столицу. Извините. Что? 4441? А, 42? 43? В общем, к другой новости. Сотни судей и прокуроров получили через суд бесплатные квартиры. Более 260 судей, прокуроров и полицейских получили в суде право на бесплатные квартиры в Кишиневе. Многие из них уже владеют квартирами. Да здравствует молдавский суд. Самый гуманный суд в мире. Ведь наши судьи и прокуроры самые честные и не могут позволить приобрести квартиры на свои мизерные зарплаты. Поэтому государство о них и позаботилось. Парламент создал Совет по европейской интеграции. Видимо, целого министерства не хватает. Скорее всего, вскоре будет создан Департамент по европейской интеграции. Затем специальная комиссия по европейской интеграции. Потом комитет по европейской интеграции. За ней собрание по европейской интеграции. Ну и в конце группа в одноклассниках по вступлению в Евросоюз. И пока все это будет создаваться, вступать уже будет некуда. С вами были Харшоу Ньюз. Следите за нами и будьте в курсе самых актуальных событий прошедшей недели. Пока. Вот это новость, а. Смотри, нет космоса без атома. Вообще, какое раньше время было? Все дети мечтали стать космонавтами. Ходили в школу, хорошо учились, набирали знаний. А сейчас что? Набирают только на своих фотографиях лайки да репосты. Всем привет! С вами Колесниченко Иван и рубрика «Это интересно знать». В детстве каждый мальчик мечтал стать кем? Правильно, космонавтом. Сегодня речь пойдет о вкладе Молдовы в освоении космоса. И как говорил Гагарин, поехали! Некоторые из вас подумают, Молдова, вклад в развитие космонавтики? Нет, это нереально. Но нет, наши ученые все-таки внесли довольно-таки ценный вклад в развитие космонавтики. Одним из изобретений является овощной соус Молдова. Молдавские ученые изобрели новую технологию сублимации фруктов и овощей. Молдова готовила десертное меню, в которое вошло более 20 наименований соков, 15 фруктовых палочек из различных сочетаний, фруктовое пюре и вкуснейшие овощные соусы. Также были созданы общеукрепляющие, насыщенные витаминами постилки из виноградных сортов Изабелла. Такие винограденькие даже водой не нужно было запивать. Они сами таяли во рту. Все-таки наши люди нашли способ, как провести вино в космос. А еще наши ученые создавали специальные сливовые палочки, которые было полезно жевать для того, чтобы жевательный рефлекс не отмирал. Следующее изобретение – это многоразовая фотопленка, пользующаяся огромным успехом. Общий смысл изобретения сводился к тому, что каждый кадр пленки был покрыт несколькими слоями специального светочувствительного соединения, что позволяло использовать его до тысячи раз. Удивительно, правда? Даже не верится, что первые фотографии Гагарина в космосе были сделаны именно на молдавской фотопленке. Очередное изобретение – это бальзам Сенетати. Его разработали в Дубосарах. В состав вошли столовое вино, виноградный сок, элеотерокок, женьшень и разные травы. Эта продукция была награждена медалью Сергея Королева, создателя первого советского пилотируемого корабля «Союз». А на разработку следующего изобретения американские ученые потратили не один десяток лет и немало миллиардов. Но так его и не изобрели. В середине 70-х годов кишиневскими рабочими механического завода, которые в соавторстве с учеными разработали карандаш с дозированной подачей грифеля «Кимик». Кишиневский механический карандаш. Современные космонавты все еще пользуются подобными карандашами. Хотя в самом Кишиневе «Кимики» уже давно не продаются. Их место заняли карандаши аналогичного типа, но с тоненькими полумиллиметровыми грифелями. Оригинальный «Кимик» можно найти в Музее космонавтики в Кишиневе. Вот вам и доказательства, друзья. Для того, чтобы что-то придумать, не обязательно иметь миллионы. С вами была рубрика «Это интересно знать». И помните, что даже в космосе есть частичка Молдовы. Слушай, хорошая газета, смотри. Фильм «Бэтмен против Супермена» собирает полные кинотеатры по всему миру. Ну, у нас в Молдове тоже есть свои Бэтмен и Супермен. Сегодня день истины. Мир должен узнать, что произошло и знать, за что борется. Такая сила очень опасна. Запись подтверждает, почему комиссия считает его виновным. Вот как все началось. Гнев. Ненависть. Делают нормальных людей... ...жестокими. Пошел вон. Самосуд этого дружинника – это воплощение тирании. Покитаться так, зато и лень. Не тебе решать, что правильно. Всем плевать, что Кларк Кент сцепился с Бэтменом. Это кое-что значит. Это все, что есть у людей. Все, что дает им надежду. Люди ненавидят то, чего не понимают. Будь их героем, Кларк. Их ангелом. Их примером. Тем, кого они хотят видеть. Или никем. Вам известна древнейшая ложь Америки, сенатор. Демоны не выползают из преисподней. Они спускаются с небес. Он может уничтожить все человечество. Красные плащи идут. Красные плащи. Турин, я смертью на тряпу. Вот раньше молодежь была. Подписывалась на хорошие газеты, на хорошие журналы. А сейчас что? Подписывайтесь на наши группы в социальных сетях. Редактор субтитров. Продолжение следует... Субтитры создавал DimaTorzok